По винтовой лестнице на высоту в 40 метров идёт на колокольню отец Алексей со своим сыном. От электронного звонаря решено отказаться, а в пасхальную седмицу сюда будут подниматься дети и взрослые, чтобы возвестить радостным звоном о победе жизни. Здесь будет помост для звонаря. Вот к нему подойдёт лестница. От этого помоста будет уже звонить звонарь. Здесь будет, наверное, лучшая колокольня организована и в плане и технического оснащения, и в плане количественного. Чтобы могли люди тоже позвонить, приобщиться к традиции колокольного звона. Ну и не только приобщиться, а чтобы её продолжили. Частично колокола уже закуплены. Два больших и семь маленьких. Прихожане надеются, что их повесят уже в этом году. Перекрытия даже способны выдержать пятитонный колокол. В течение месяца здесь ожидают подключения газа. Договор проплачен, все необходимые работы завершены. Самая сложная задача этого года – планировка территории. Необходимо предусмотреть перепады и заложить коммуникации. Это вода, электричество. Будет делаться отмостка, входная группа, ступеньки будут делаться. Вход отдельный будет, лифт у нас для инвалидов в новый храм. И также, чтобы это всё было согласовано с новым забором. Поэтому мы сейчас сконцентрируем все свои силы, средства на том, чтобы начать масштабную планировку территории. Работа над фасадом продолжат в следующем году, а то и позже. Чтобы обмазка не повредилась, необходимо, чтобы храм хорошо просох, а также провести электричество. Уже сейчас в церкви идут богослужения. Внутри отделка в первую очередь планируется в нижнем храме, посвященном Черниговской иконе Божьей Матери. Понятно, что силой прихода мы бы не смогли построить храм. Поэтому люди иногда приходят, спрашивают вопросы о вере, но мы сразу показываем на храм, что это живой пример живой веры во Христа людей. Потому что храм строится действительно всем миром, и многие-многие люди в этом участвуют. В этом году на строительство церкви были перечислены средства, собранные в рамках благотворительного дня труда в Ивантеевке. Это чуть более миллиона ста тысяч рублей. Но только забор обойдётся ориентировочно в два с половиной миллиона. Затратная планировка территории пока не осмечена.